привет всем хочу поделиться сегодня некими осознаниями которые ко мне пришли после диалога с одним парнем во время диалога пришли осознание а после мне уже пришло яснознание от духа рода масса пенс яснознание это то что это просто неопровержимые знания которые как истина вот и в общем вышла сегодня вчера вас пошел на пляж и у меня герма сумка там апельсин персик гранат то что я взял с собой на целый день и подруги встречая парня который сидел сам конце пляжа еще и мальтезка и горе с ним познакомился и он просто куда ты идешь я говорю иду дальше там значит пробраться по камням и дальше я хочу проплыть пару километров с остановками на там черный пляж вот она говорит можно я с тобой хотя бы там сколько смогут там проплыву ею да конечно вот и пошли вместе и потом мы проплыли первые 500 метров я вот ты сейчас просто вот и сидишь здесь чуть-чуть на больше усилий пройти по по камням там так минут наверное 20 таким разными по воде и ты увидишь вообще же другую картинку такую что просто вау просто и так и он когда увидел да это сижу и даже не знал что вот просто там пройтись немного и это открывается всем другой вид совсем такие виды на бухты на горы вот и он говорит я с тобой проплыву до первого там дальше еще если проплыть там будет еще красивее и вообще ни одного человека потому что туда невозможно спуститься в город только можно доплыть вот и до первого камня метров 500 там даже было видно этот камень камень тут поместится примерно человека 4 так можно же лежать на нем и он как бы так отдельно море этот камень очень нереально красивое место и он со мной проплыл мы залезли на этот камень с ним разобщались и он такой мне говорит я вот бы дальше с тобой поплыл говорит но это тебя есть вода у меня спрашивает я говорю воды нет у меня есть апельсин 11 гранат один персик я могу с тобой поделиться пополам и то есть но ты должен понимать что ты будешь без воды и что мы назад вернемся в часов 6 это было 10 утра вот он говорит не типа я вот без воды не смогу поэтому соленая вода там попадает рот в губы поэтому и как бы с тобой не поплыл хорошо я тебе предложил вместо воды альтернативу по половинке ты должен понимать что ты будешь и без еды и без воды пришла для многих апельсины как бы фрукты это общение еда а так как бы очень что-то такое перекус ну я поплыл дальше и тут не плыву и мне вот приходит то что как вообще да люди зависит от воды от еды то есть насколько мы от этого зависимы конечно есть еще зависимости другие зависимости от наркотиков там где-то от сигарет алкоголя вот это один уровень зависимости то есть многие проходят и через эти уровень зависимости и когда вот они на этих всяких веществах сигаретах травки какие-то других химических наркотиках это этот уровень зависимости один который уровень зависимости это уровень зависимости от еды и воды вот в общем все то что мы пихаем в рот так вот зависимости все эти все эти наши вот эти вот они уходят тогда когда ум вот это то что у нас есть коров здесь выдавать коробки черепной внутри когда он управляет чувствами тогда ты можешь контролировать что пихать в себе в рот а когда и чувствами этими не контролируешь это коробка твоя ум то эти вещества тобой тебя контролирует и тобой управляют наркотические травка алкоголь вода еда все вещества которые в рот ходят кальян там еще может быть у кого-то они тобой управляют через чувства твои вот очень хорошее сравнение в махабхарате да когда колесница и пять лошадей вот колесница это мое тело это мой ум опять лошадей это чувство это органы чувств вот то есть если же на колеснице ты сможешь овладеть этими пятьми органами чувств то ты будешь сверху и не управлять они они а если не овладеешь ими то они тебе будет постоянно хочу пить хочу курить хочу это хочу то что-то еще в рот пихнуть жрать опять пить опять что-то в рот пихнуть и они будут такие дёргать дёргать туда-сюда 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 так то туда это туда этот сюда все будет дёргать дёргать а так когда ты говоришь управлять кто сказал все что мне нужна сегодня вода или мне нужно сегодня съесть какой-то салат что такое я что такой слабый что мной будут управлять желание пить то есть мной будет управлять вода или мной будут управлять помидоры с огурцами зеленью и оливки нет почему это они должны мной управлять если я этим управляю нужно мне это сегодня или не нужно я могу без воды 23 дня провести еще я могу есть два-три дня подряд просто одни яблоки пару яблок несколько яблок деньги что нет яблок пожалуйста есть орех какой-то или что то какая разница чё я не я управляю этим они все то что вокруг меня растет или то что есть тарелка где-то не тарелки то что наполнен чем чем наполнена тарелки это мной не управляет и вами это не управляет так вот почему это да так часто там в таких местах там хожу один туда-то или плыву куда-то тоже один потому что те кто вокруг меня допустим одному там сказать ой холодная вода это розкать ой как солнце печет эти сказать хочу пить все не могу умираю хочу пить через всего лишь три часа или четыре похода там заплыва искать а все от меня сосет срочно надо есть хочу есть как то так что ты ничего не взял только взял пару фруктов а где вода чё воды не взял вот поэтому как бы один начнет ныть второй третий ныть и получается я не доплыву до того места до которого я как бы там хочу доплыть потому что мое тело требует чтобы я потратил сегодня столько той энергии вот и потом только вечером счета поел вот в общем это одно мне пришло яснознание все очень важно до управлять вот своими чувствами потому что есть они управляют то у нас постоянно эти лошади эти чувства будет что-то искать так еще там курить а чё там есть так еще там выпить опять сладко-соленые кисты а и так по кругу получается такое колесо сансары и еды такое получается станет в нем крутися не можешь от этого освободиться вообще там не думает там а что там я сегодня буду есть или пить так какая разница вообще не есть и не пить сегодня ого персик вышел и это первое такое сознание пришло второе это связано с здоровьем долголетия вот мне пришло такое вот понимание что у каждого тела есть износостойкость же каждый вот наше наше тело это биомашина мы как биомашины биороботы вот представьте от фабрика завода там есть роботы какие-то всякие которые там детали чего вот точно так же нашем теле органы это как детали и они имеют износостойкость износостойкость на износостойкость влияет то количество употребления любых веществ за месяц за неделю за день за неделю за месяц за год вот так вот количество употребления то есть это относится опять же к таким и к наркотикам там сигаретам к алкоголю но есть от этого уже тебя нет освободился дальше это следующий уровень это еда и вода чаи соки там хиты вот вот количество в день количество неделю количество месяц и соответственно количество год сколько ты употребляешь внутрь еды или воды или чая там то есть употреблю понимаешь что сейчас подключается там печень выделять то там пожелудочно это это желудок напрягается кишечник тоже все и даже анус то есть допустим за 10 лет там не знаю там сколько раз ну допустим 10000 раз покакать 10000 раз пока а если ты пока каждый за 10 лет 20 тысяч раз то значит твой анус намного больше износился и значит геморрой у тебя может вылезти намного раньше там не в 80 лет до 90 или 120 50 60 кота 40 тому что уже даже что-то там появится точно и также относится ко всем органам то есть мы же не грудные дети что нужно постоянно что-то каждые три часа там мы уже не растем уже но как не растем живу все вырасти а почему мы наваливаем а потому что опять таки мы не можем управлять своими органами чувств постоянно что-то хочется там то каких-то вкусов 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 вкуса 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 опа оказывается что за неделю там органы намного больше износились потому что намного больше не работали потому что едим мы намного больше чем она нужно потому что мы не едим мы едим не потому что нужно а потому что хочется нашему нашим органам чувств кайфануть от вкуса вот почему мы едим в основном многие только поэтому чтобы кайфануть от вкуса в а не потому что нужно нашему организму намного меньше нужно чем то как нам забили наши программы в уму детского садика 1 2 3 компот и 3 раза в день повторить и уже с детского сада начинаешься такая просто переработка наших внутренних органов они не справляются поэтому так много детей болеют и никто не знает а почему а потому что не надо первое второе компот и три раза в день вот и все и это просто приходит это потом просто приходит в привычку все а привычка это наша вторая натура вот а вторая натура это просто получается сознание дура ну а как сказать ну примерно так износостойкость вот такое понятие есть износостойкость органов кстати вот я сел персик мы сначала гранат на камни на этом потом дальше проплыл еще километр сил персик потом проплыл еще наверное тоже километр вот и потом я вылез и пошел обратно пешком не знаю сколько километра уже по этой тропе почти босиком и сказать мне такие типа как чешки для 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 плавания а потом и как кстати есть человек можно понять он управляет своими чувствами или чувства управляет им ведь кто-то допустим один из так почти не жует хватает а так вкусно давно вот второй есть так миг не ешь быстрее можешь понять что уже найдется ну в общем такие мне сегодня пришли яснознание от духа рода homo sapiens все благодарю все кто дослушал жить и свободно управляйте вашими органами чувств у вот у в Продолжение следует...